МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Мост Свободы. В студии Андрей Клюшев и Александр Гудеменко. Считанные дни остаются до начала второго тура президентских выборов на Украине. Фамилию нового главы украинского государства мы пока не знаем. Но догадываемся. А вот совершенно точно мы знаем одно. Президента Украины выберут свободным демократическим путем. Не подумайте, чего плохого. Это не реклама украинской демократии, нет. Просто все победители всех выборов во всем мире так говорят. Мода такая. Значит ли, что выбрав демократию, Украина устремилась в светлое будущее? И нам стоит получиться независимости у этого нашего соседа. Или украинизацию политической жизни России допускать нельзя? И вообще, что такое демократия? Почему за нее так отчаянно борются? Что в этой борьбе теряют, а что находят? Об этом сегодня поговорим с гостями Моста Свободы. Но сначала мы, как всегда, спросим у наших телезрителей. Демократия по-украински это благо или хаос? Ваше мнение мы, как всегда, принимаем по телефону 33-221-100. Заходите в интернет, на нашем форуме вы также можете высказаться. Итак, гости Моста Свободы Михаил Решетников, ректор Восточноевропейского института психоанализа. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета. Владимир Васильев, заведующий лабораторией политической психологии Петербургского университета. И чуть позже к нам присоединится наш специальный гость, помощник посла Украины в России, Гульнара Муртазаева. Она задерживается, но, видимо, с самолетами, что ли, на Украине плохо. А поскольку она задерживается, я думаю, что первый вопрос, тот, который мы задали и нашим телезрителям, я задам и Дмитрию Яковлевичу. Как вы считаете, демократия по-украински это хаос или благо? И вообще, собственно, есть ли там демократия? Ну, на Украине, конечно, пока есть проблемы с демократией. Но, на самом деле, если мы изучим серьезную историю демократии, мы увидим, что самые благополучные страны мира, и Соединенные Штаты, и Германия, и Англия, которые практически всегда демонстрируются как образец демократического развития, начинали с хаоса. Переход от авторитарного механизма, от монархии к демократии не может быть главным. Украина вступила на этот путь. Успешно ли она дальше пойдет? Не факт. Россия, кстати, тоже была в 90-е годы на демократическом пути, но потом оказалось, что по настоящему демократии мы не ходим, и авторитарные лидеры повернули страну по-своему. Если, скажем, победят Тимошенко или Янукович, а вообще кто-то из них победит, это понятно, то вполне возможно, что и Украина свернется с демократического пути. Но в любом случае, для того, чтобы двигаться по пути к демократии, надо когда-то начинать двигаться, иначе не пойдешь никогда. Ну вот, похвальное слово «демократии» прозвучало. Следующий вопрос Михаилу Михайловичу Решетникову. Вы как-то сказали, что общество тяжело больно тем, что все еще называют демократией. Можно ли это понимать так, что демократия как институт общественного устройства устарела? Я думаю, что да. И, в общем-то, придерживаясь на этот вопрос точки зрения, все время высказанным, недооцененным до сих пор философом Иваном Ильиным, когда он писал еще в 50-е годы, когда в России закончится коммунистический режим, ей, скорее всего, будет предложена вся и всяческая демократия. И далее он констатирует, у меня есть только один вопрос, кто потом за это все ответит. Я считаю, что демократия должна развиваться естественным путем. У нас она насаждается. И, наверное, самое главное, это то, что, перейдя на путь демократического развития, мы так и не ответили на вопрос, от чего в нашем прошлом мы отказались, коммунистическом, где было много хорошего не столько коммунистического, сколько христианских идей. Что мы берем с собой, что мы должны сохранить? Демократия – это справедливое устройство мира? Теоретически, да. Практически, это далеко не всегда так. У демократического устройства мира масса недостатков, их огромное количество, но, к сожалению, иного, лучшего и более оптимального устройства пока еще никто не предложил. Поэтому мы вынуждены пользоваться этим устройством. Что касается Украины, то образец псевдодемократии мы наблюдали там пять лет назад, когда была пресловутая оранжевая революция, которая вроде поддавалась как некоторое демократическое проявление, а на самом деле была чистая политтехнология, хорошо оплаченная. То, что мы наблюдаем на Украине на выборах сейчас, серьезных принципиальных отличий, скажем, от нашей избирательной системы нет. Я подчеркиваю, серьезных нет. Мы прекрасно понимаем, что два основных кандидата, Янукович и Тимошенко, используют свои ресурсы, в том числе и для различных технологий, которые принято называть, ну, скажем так, не очень правильными. Мы прекрасно понимаем, что Янукович имеет преимущества в восточной и южной части Украины по воздействию на избирательные комиссии, а Тимошенко на остальной части Украины. И они эти преимущества используют достаточно цинично и прагматично. Поэтому говорить о принципиальных отличиях украинской демократии от российской я бы не стал. Они проходят примерно тот же путь, что проходили мы. Дмитрий Яковлевич, вместе с тем, Владимир Путин на заседании Госсовета предостерег от украинизации российской политической системы. Андрей, прости, что перебиваю, но прежде чем Дмитрий Яковлевич ответит на вопрос об украинизации ее политической системы, я предлагаю все-таки спросить у человека, который, собственно, оттуда приехал. И воспользуясь, скажем, своими корнями историческими, потому что мой папа с Украины, я представляю нашего четвертого гостя. Это Гульнара Наримановна Муртазаева, помощник посла Украины в Российской Федерации и президент межрегиональной организации «Диалог. Мир». Гульнара Наримановна, мы вас приветствуем. Как добрались? Здравствуйте. Добрый день. Очень все замечательно. Приятно, что я добралась таки. Ну, хочется внести определенную тонкость. Я уже не помощник посла Украины в Российской Федерации. Как общественный деятель могу, наверное, говорить что-то не как научное, не как политическое, а как общественное. Я представляю фонд «Российско-украинский диалог. Мир». Совершенно хорошее название. Во всяком случае, вы только что приехали с Украины, поэтому можете говорить от первого лица, что же такое демократия по-украински. Мы сегодня наших телезрителей, кстати, спрашиваем, «Демократия по-украински – это благо или хаос? Как вы считаете? Каковы они на вкус, плоды украинской демократии?» Я считаю, что то, что происходит в Украине на сегодняшний день, это уникально. Это сочетание, наверное, и хаоса, и блага. Потому что, на самом деле, то, что происходит в Украине, это абсолютно не наложить ни на какую другую страну мира. И свой выход, и свой стиль, и свой тип демократии предлагает украинское общество. Поэтому я считаю, что это и хаос, и благо. А как вы думаете, что имел в виду Владимир Владимирович Путин, говоря о том, что мы не допустим украинизацию нашей политики? Ну, то, что касается «не допустим», я всегда надеялась и вижу лучшее в словах все-таки Путина по отношению к Украине. Я считала, что украинизация политики – это прежде всего расширение ее какого-то позитивного влияния на региональном уровне, прежде всего. И я думала, что когда-то господин Путин говорил о том, что, может быть, еще Украина станет страной, где будут разрешаться конфликты в постсоветском пространстве. Дмитрий Яковлевич, вот по поводу украинизации российской жизни. Это для России действительно так неприемлемо? Это так страшно? А Путин напрасно беспокоится. У нас не будет украинизации. Мне кажется, что то, что происходит в Украине, и то, что отличает украинское развитие политических событий от нашего, связано не с тем, что Украина как-то больше ориентирована на демократию, чем Россия. В принципе, механизмы похожи, и здесь я в целом с господином Васильевым согласился. Разница была по структуре экономики. Украина так сложилась, что там было несколько, и сейчас существует несколько крупных финансовых центров, финансово-промышленных центров. Каждый центр сформировал у себя определенную базу, на которой формировалась и политическая власть. В России этого не было, потому что Россия традиционно так устроена, что именно в Москве сосредоточены все капиталы. Кто захватил Москву, захватил Россию. Поэтому, когда у нас спорили движение единства в 99-м году и отечество вся Россия, победитель поглотил сразу все. Если бы тогда выиграл Примаков, то сегодня Примаков был бы у нас единым лидером, а все единство построилось бы под него. В Украине этого не произошло. И, очевидно, дальше в Украине будет развитие событий, конкурентное, поскольку там есть конкуренция в экономике и в социальной жизни. Михаил Михайлович, одну секунду. Вы как толкуете этот термин «украинизация»? Я думаю, что это как раз предостережение от раскола общества. Но я согласен, что нам это не грозит. В отличие от Украины, где сформировалась, в принципе, ну, скажем так, западно-украинская часть электората и восточно-украинская часть электората, в России это невозможно. Мы слишком большая страна и слишком много национальной страны. В Москве даже Донецкая и Днепропетровская группировки, которые определили реальный вес финансовых фирм. Я бы сказал, националистически политизированное мышление украинских избирателей. Вот давайте как раз о плодах украинской демократии, о том, какими они представляются из России. Посмотрим сюжет. Выступая в конце января на заседании Госсовета, премьер-министр Путин заявил, что не допустит украинизации российской политики. Путин не уточнил, что альтернатива украинизации – укрепление государственности, поэтому было оставлено поле для интерпретации. Термин «украинизация» в зависимости от результата можно интерпретировать как путаницу и обман, а можно как триумфальное шествие разноголосицы – борьбы мнений и демократии. Впрочем, если бы Путин сказал о грузинизации политики, его также поняли бы не все. В демократической прессе тут же вспомнили крылатые выражения о том, что тот, кто выбирает хлеб в обмен на свободу, не достоин ни хлеба, ни свободы. Действительно, проблемы хлеба, то есть экономики в Грузии и на Украине, выбравшими свободу от России, выглядят несколько тяжелее, чем в самой России. Так, например, в настоящее время за границей работают около 5 миллионов украинцев, не менее полумиллиона – в России. На Украине повсеместно закрываются шахты, заводы, терпят колоссальные убытки сельские кооперативы. Трибуны парламента блокируются, телевидение заполнено политическими ток-шоу, улицы редко отдыхают от митингов и пикетов. Экономические трудности объясняются кознями соседней империи. И Грузия, и Украина, по сути, живут в долг у западных и даже российских кредиторов. Последняя относится большей части к Украине, которая ведет нескончаемую борьбу за скидки и льготные тарифы на поставку нефти и газа из России. Грузия обходится траншами из Европы, но большей частью из США. Грузинизация политики на Кавказе ослабила, а не укрепила режим Саакашвили. Прощаясь с одним старшим братом в лице России, бывшие союзные республики приобрели нового старшего брата в лице США. Россия отвечает мощной пропагандой, показывая на федеральных каналах новости об экономическом крахе и политическом хаосе на Украине, подкрепляя их экономическими санкциями и ограничениями в сфере энергетики и продовольствия. Такая политика приносит свои плоды. Украинцы постепенно разочаровываются в идеях оранжевой власти. В результате оранжевый президент Ющенко терпит в первом туре президентских выборов сокрушительное поражение. Демократы склонны считать это не поражением Ющенко, а победой демократии. В том смысле, в котором выразился видный политолог-оранжист Карасев. Честные выборы – это казнь власти. «Ой, не мешала бы России некоторая украинизация», – заявил российский журналист, работающий на Украине, Евгений Киселев. «Это было бы очень полезное лекарство, которое бы немножко подлечило российскую политическую систему». «Для российских властей украинизация смерти подобна. Это означает, что надо избираться и что неизвестно, чем закончатся выборы. Это было бы очень плохо для Путина, но не для России», – заявил сатирик и журналист Виктор Шендерович. «Однако Россия в большинстве своем упорно голосует за действующую власть, не понимая всей прелести демократии. Зато украинцы России украинизации не желают. Не всегда, когда хорошо журналистам, хорошо народу, – говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Михаил Чечетов. Пока журналисты с высокими зарплатами жируют в ресторанах на иностранные гранты, люди сидят без работы. Это совсем не весело. Политик намекает на то, что и Киселев, и другой известный телеведущий Савик Шустер, сделавшие карьеру в России, теперь ведут ключевые политические ток-шоу на Украине. В этом вопросе сараником Януковича, что удивительно, согласен даже представитель противоположного лагеря на Украине, депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко Валерий Писаренко. Происходящее здесь весело, когда смотришь телевизор, но никогда сталкиваешься с этим каждый день. Лучше закупить веселое телевизионное ток-шоу, а украинизации я никому не пожелаю». Это «Мост Свободы». Говорим сегодня о демократии по-украински. Спрашиваем вас, наши телезрители. Демократия по-украински – это благо или хаос? Голосуйте, пожалуйста. Телефоны для голосования на экранах. Владимир Константинович, мнения разошлись. Одни, большей частью журналисты, желают России некоторой украинизации политики. Вместе с тем, люди, которые сталкиваются вживую с этим, то есть сами украинцы, считают, что на это все лучше смотреть вот так вот издалека. А когда внутри этой системы живешь, то это не так весело. Ну, фактически, отрицательная оценка украинизации уже дана. Но я хотел бы выделить в этом понятии главный, на мой взгляд, компонент. Это то, что Украина, в отличие от России, является парламентско-президентской республикой. То есть, в Украине парламент намного сильней по своим властным полномочиям, чем парламент России. И, соответственно, президент намного слабей, чем президент России. Если понимать под украинизацией политику, которая строится именно на этой особенности, я России такую политику не желаю. Одно из ее следствий – это то, что президент, который будет избран 7 февраля в Украине, будет заведомо слабым президентом. Он будет заведомо слабым, во-первых, потому, что Верховная Рада во многом имеет полномочия, блокирующие полномочия президента. И, во-вторых, хотя бы потому, что он очень ненамного опередит своего соперника. Дмитрий Яковлевич, ну, сильный президент для государства принимается как несомненное благо. Но где гарантия того, что президент не станет деспотом, в конце концов? Никакой гарантии нет. Поэтому, когда мы говорим о сильном президенте, это хорошо, если президент – такой абсолютно просвещенный монарх. Тогда он проводит экономические реформы, делает страну более свободной, в стране начинается экономический рост и так далее. Но, допустим, у нас в России за последние 10 лет президент обладал колоссальной властью и двигал страну назад. Мы жили на нефтедолларах, мы жили на том богатстве, которое подарила нам природа, но остановили все реформы. Даже в 90-е годы, когда было очень тяжело народу, когда мы все страдали от нелегких преобразований, мы какие-то реформы старались проводить. Сейчас остановлено все, и, как показал экономический кризис, экономика России рухнула меньше, чем украинская. Меньше, чем украинская экономика России рухнула, но больше, чем экономика двадцатки ведущих стран. Но ведь народ у нас сам выбрал президента, и позвольте напомнить ваше высказывание перед прежними выборами на Украине. Вы сказали тогда, что для России выгодно, сейчас это не прямая цитата, это было интервью Радио Свобода, это выгодно было, что если победит тот президент, которого поддержит народ, это Ющенко, и, соответственно, кризиса не будет. Народ поддержан, кризис есть. Кризис есть во всей мировой экономике. Он по-разному сказался в разных странах. В странах более демократичных, где не делали серьезных глупостей в экономике, кризис сказался в меньшей степени. В России он сказался довольно сильно. В Украине примерно похожая ситуация с поправкой на то, что у Украины нету нефти и газа, и, естественно, экономика там рухнула сильнее, потому что нельзя было подложить вот эту вот эту... Михаил Михайлович, хочу вам напомнить одну из наших программ. Мы как-то спрашивали у наших телезрителей, нужен ли России руководитель сталинского типа. Шквальное голосование, обвальное 70%, это примерно 10-12 тысяч человек говорят, да, России нужен новый Сталин. Почему мы все время возвращаемся к деспотам? Я об этом уже сегодня, кажется, сказал. Ностальгия по советскому прошлому есть. Эта ностальгия связана прежде всего с более высоким уровнем социальной защищенности, образования, здравоохранения, жилье. Была надежда его когда-то получить. Вы говорите о России сейчас? О советском периоде. Сейчас эти все, как бы сказать, доступные и необходимые для жизни социальные гарантии резко снижены. Но я думаю, что самое главное причина состоит в том, что мы не дали оценку тем иллюзиям, которые были в советский период. Я еще раз повторяю. Не дали оценку того, что там было плохо, и то, что там было хорошо, и нужно было взять с собой. И вот сейчас, когда говорят о президенте, в свое время в этой же студии меня спрашивали, вот Горбачев перестройка, Ельцин реформы, Путин что? Я подумал, я подумал буквально в течение 10 секунд и сказал. Реставрация типичного и привычного и понятного для России способа управления. То есть демократия для России не годится, да? Я уверен, что нет. Не годится? Потому что для демократии нужно вначале иметь много экономически свободных граждан, которые готовы этой демократии распорядиться. И я последовательно говорю, я сторонник сейчас исключительно меритократии, что голосовать и избирать должны иметь право люди, имеющие как минимум высшее образование, как минимум центр заседлости 5 лет, как минимум имеющие какую-то собственность, семейные, которые понимают, что такое экономика, а не обращаться огульно. А вот я такой красивый, проголосуйте за меня. Я сейчас вспомнил скотный двор Оруэла. Мне кажется, свиньи там тоже начинали примерно с этого. Мы самые умные, поэтому мы должны вами управлять. Скажем, мы... Простите, Андрей. С этим бесспорно можно согласиться. Я напомню, что история... Вы по ограничению избирательных прав... Секунду, секунду, дайте я фразу закончу. Можно согласиться с тем, как сказал Михаил Михайлович, что вся история демократии, это история избирательных цензов. Это факт, это не мы с Михаилом Михайловичем придумали. Но, очевидно, разница у нас во взглядах с Михаилом Михайловичем состоит в том, что я считаю, что сегодня к этой системе вернуться невозможно. Я не представляю себе политического лидера, который сегодня скажет народу, так, ребята, оставляем право голосовать у профессора Ешетникова и профессора Травина и профессора Васильева, а вот вы там учитесь еще демократии. Мы свободны. Не будет. Да, вы свободны. Этого не будет. Голосовать будут все, обратного пути нет. Другое дело, что общество должно приспособиться в ходе модернизации к ситуации, когда избирательные права у всех, но надо как-то сделать так, чтобы не пошло все в разнос. Дмитрий Аккевич, давайте, у наших телезрителей тоже есть права и свободы. И один из телезрителей дозвонился к нам, и давайте все-таки не будем за него решать, что лучше на Украине, демократия или не демократия, поскольку я так понимаю, что он как раз оттуда. И дадим ему возможность высказаться. Обязательно. Здравствуйте, вы в эфире. Да, да, алло. Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте. Я заслуженный деятель искусств Украины, долгое время работал в Украине и знаю о сегодняшней политической обстановке на Украине. Я хочу задать вопрос нашим уважаемым гостям. Как вы считаете, уважаемые гости, вам оранжевая демократия направлена на объединение или на развал государства? Спасибо большое. Я думаю, вы не можете ответить. Да. Ну, в свое время оранжевая революция, вообще любая революция, она предполагает кризис права. Кризиса права в стране не произошло. Произошел кризис морали. Так жить нельзя, будем жить по-другому, у нас другие моральные ценности. Соответственно, я считаю, что на самом-то деле все, что связано с оранжевой революцией, оно сейчас сыграло в позитив. В том плане, что на сегодняшний день то, что происходит в Украине и перспективы оранжевых как таковых, даже если они и в конце, состояли в том, чтобы прошли вперед те люди, которые, собственно говоря, и те представители тех политических партий и структур, которые на самом-то деле видели альтернативу. Альтернативу. Альтернативу тех ценностей, которые выдвигаются. А почему же Ющенко проиграл тогда? Ведь он был одним из праведников этих идей. Вы знаете, я считаю, что господин Ющенко не проиграл, как и он, в общем-то, как ни парадоксально. Он не проиграл ни с точки зрения статистики, которая есть на сегодняшний день, а он не проиграл, потому что он на самом деле на сегодняшний день открыл Украине несколько другие перспективы. И эти выборы на фоне этих выборов выдвинулся политическая сила. Он проиграл, и проиграл очень крупно. История дала Ющенко уникальный шанс показать, что человек, который пришел посредством демократических процедур к власти, может что-то реальное сделать. Он обещал бороться против коррупции, и все наоборот, коррупция при нем расцвела. Он обещал улучшить благосостояние граждан. Ничего из этого не получилось, мягко говоря, уровень жизни в Украине не улучшился. Более того, взять хотя бы в качестве примера кандидата Сергея Тегипко, который занял третье место. По оценкам экспертов, за время правления Ющенко, его состояние с полумиллиарда долларов выросло до двух миллиардов долларов. Вот пример, когда одни богатеют у Тегипко, который занял третье место. То есть, когда олигархи очень сильно богатеют, а народ при этом беднеет, или во всяком случае очень живет, Это очень хороший показатель, так называемой эффективности демократии. И вот что касается еще одной особенности оранжевой революции, очень интересной, исторической. В Украине, особенно в ее западной части, это подогревается некоторыми украинскими политиками, принято обвинять российское имперское мышление во всем, вот Россию и так далее. Ну, простите, если бы Россия в 18 веке не присоединила к себе Крым, он не входил бы сейчас в состав Украины. Она присоединила его благодаря имперской политике. Гульнар, я хочу сказать... Минутку, я взвешу свою мысль. Если бы Советский Союз благодаря своей имперской политике в 939 году не присоединил к Украине западную Украину, она сейчас бы не входила в ее состав. Украина сейчас пользуется плодами российской имперской политики. И на Россию за это еще обижается. Ну, все, понятно. И российской, и на Россию. Абсолютно реальная мысль, что историческая наука, наука субъективна. Если мы будем констатировать разные точки зрения и разные ситуации, то можно совершенно прийти к нереальным выводам, на самом-то деле. И то, что касается Крыма. Потому что тут уже коснулись Крыма. Я, собственно говоря, крымская татарка, поэтому я совершенно четко убеждена. Я себя действительно называю украинской татаркой, потому что это страна, которая открыла перспективу возвращения моего народа на историческую родину как таковому. И я получила статус уже не репатрианта, а гражданина Украины и недепортированного человека. И на самом-то деле это единственная страна, которая отдельной строкой в бюджете финансировала процесс возвращения и адаптации крымских татар на историческую родину. Так вы гражданка Украины? Я гражданка Украины, и я всегда буду говорить. Но я одновременно, вот если положить на весы мои впечатления и ощущения, я очень люблю, и не просто люблю, я просто живу Россией. То есть для меня вот этот баланс гражданин России и Украины, он где-то одинаков и абсолютно ощущаем. Но менталитет общества разный, менталитет власти, если так можно сказать, традиции абсолютно разный. Подождите, у украинцев и у русских разный менталитет? Разный менталитет, абсолютно разный. Да, вы знаете, вот когда об этом спрашивают, я всегда говорю очень простой пример. Попробуйте назвать англичанина американцем. Они говорят на одном языке, он страшно обидится. Я англичанин, я не американец какой-то. Вот то же самое, мы считаем, что раз они так на нас похожи, похожи язык, обычаи, традиции, это совершенно другой народ. Это нужно принимать, абсолютно принимать. Они более свободолюбивы? Они другие, они другие. Ни один народ не может оцениваться негативно с внешней точки зрения. Это я себе могу сказать, что русские ленивые, такие-сякие. О себе я могу сказать, но я не имею права так говорить о другом. Пусть он сам себя оценивает. Это его личное дело. Не вмешательство в частную жизнь и в личную жизнь. Но я хочу вернуться к вопросу, которому убежали от него быстро. Вот говорят, что сильный государство это хорошо или плохо. Не нужно путать сильное государство и состояние населения. У нас уже было очень сильное государство до 85-го года, но состояние населения было плачевное. Поэтому нужно думать не о сильном государстве, которое мы сейчас усиленно укрепляем, развиваем и так далее. Укрепляем вертикаль власти, продолжаем этим заниматься. Главное, что сейчас происходит, вот то, что я говорил, в начале перестройка, реформы, реставрация власти. Сейчас ведь президент поставил совершенно четко задачу. Снова нужно перестраивать политическую систему. Мы пришли к тому, к чему, как говорится, долго-долго шли. И Черномырь, на моей памяти, лет 10 назад говорил, у нас какой партнер создавай, получается, КПСС. Мы сейчас получили КПСС в виде единой России. Очень важный вопрос, откуда эта самая перестройка политической системы должна происходить, сверху или снизу. Вот об этом я предлагаю вам подумать. И давайте еще один звоночек возьмем. До нас дозвонился председатель украинского землячества Петербурга, спадщина Александр Близнюк. Да, Александр, слушаем вас. Добрый день, уважаемые гости. Здравствуйте. У меня вопрос к Гульнаре. Я с ней разделяю ее взгляды и разделяю в той части разъединенного народа, который беспокоит ее сердце. Но как-то здесь получается, на мой взгляд, не совсем справедливо. Ведь возвращенный народный процесс это начался еще в Советском Союзе. И относить его к честному управлению, наверное, не совсем справедливо. А хотел бы еще обратить внимание на то, что в результате возвращения разделенных народов мы разделили один народ, один народ, я имею в виду русский и украинский, десятки миллионов семей мы разрезали по-живому, разорвали на куски, и отбросили в угоду каким-то мифическим, демократическим ценностям. Спасибо большое. Гульнар, ну вот говорят, возвращение народов на историческую родину, это заслуга совсем не Ющенко, а еще более раннего советского периода. То, что это заслуга не Ющенко, а в общем-то это заслуга в свое время действующей комиссии Янаева до Худжиева, это еще правление господина Горбачева, но реально это было непосредственно с участием Кучмы. Вообще Кучма это уникальное явище для Украины, явление, я не знаю, собственно говоря, он оставил совершенно удивительную страну, я не хочу сказать на растерзание, но на перспективу. И поэтому это прежде всего было в свое время принятое решение во главе под эгидой президента Кучмы действующего, и финансирование, и собственно говоря, отдельной строкой до сих пор финансируется процесс возвращения адаптации крымских татар. Поэтому, ну я не знаю, то, что касается, все это происходило в постсоветском пространстве, а не при Советском Союзе. Вот еще один вопрос. Владимир Константинович сказал, что состояние господина Тегибко, да, который пришел третьим на президентских выборах, увеличилось в четыре раза, до двух миллиардов долларов. Таким образом, миллиардов долларов, да? Таким образом, демократия, по сути, превратилась в выгодный бизнес для политики. Сергей Леонид Тегибко, это уникальное тоже явление, на мой взгляд, у украинской политики на сегодняшний день, потому что эти выборы сыграли прежде всего на Тегибко. И, собственно говоря, когда он начинал свою выборную кампанию, он не отрицал, что он никогда ни от кого не попросит никакого влияния бизнесу. Он будет делать свою выборную политику на тех возможностях, которые, на тех финансовых возможностях, которые имеются у него. Он никогда не скрывал свои доходы. То, что они увеличились, но это, возможно, я не знаю, где эта информация взята, возможно, она есть в реале, но это, наверное, его бизнес. Нам навязывается миф о том, что первый миллион никогда не бывает честным. Это полная глупость. Бывает, но иногда. Да, Михаил Михайлович? Нет. Мы, к сожалению, утратили уважение к честному труду, к таланту, к способностям личности, как способ достижения экономического и социального благополучия. И, как писал Ильин, что когда в России появится демократия, самыми богатыми станут не самые умные и талантливые, а самые ловкие. Вот у нас сейчас очень много ловчил, обрело большие капиталы и хотят закрепиться у власти. Для страны это гибельно. Но бизнесмены всегда будут демократики. Но они не только при демократии, но и при нынешнем авторитарном режиме тоже самое. Государство тоже сейчас контроль за этим. Давайте от ценностей экономических материальных вернемся к вопросу ценностей семейных. Кстати, телезритель наш как раз и спросил. Гульнар, это правда, что действительно более 10 миллионов семей, по сути, разрезали по-живому и заставили их жить в разных государствах? Вот это был вопрос Александра Павловича Близнюка, который нам только что дозвонился в студию. Ну, по-моему, процесса насилия ни над украинским народом, ни над российским в этом плане не существовало. То, что разрезали, это не значит, что невозможно передвижение. К сожалению, на мой взгляд, средства массовой информации в России подают в основном один негатив об Украине. Что не скажешь, как ни парадоксально, об Украине. То есть, если бы вы провели какой-то опрос, даже вот просто в гражданском обществе прошлись, мягко говоря, по совершенно обывателям людям, то, собственно говоря, такого негатива и такого вот реального отношения к россиянам у нас нет. А то, что семьи разошлись, ну, прекрасно, живем в разных странах, но я считаю, что ездим друг к другу и получаем от этого удовольствие. Другой вопрос, что язык общения у нас, собственно, русский все равно один, и он будет на века, наверное, в определенной степени один. На то, что в Украине, ну, выросло новое поколение за период, будем так говорить, независимости. Я согласна с Гульнарой, что СМИ всегда должны говорить правду и показывать мнение жителей. Беда в том, что каждый эту правду понимает по-своему. А вот каким образом понимают правду и демократические ценности жителей Петербурга, давайте посмотрим опрос. Мы спрашивали наших петербуржцев, уважаемых, какие демократические партии они знают. Нет, могу сказать. Я за Единую Россию. Единую Россию, Справедливая Россия. Справедливая Россия, Единая Россия. Сложно сказать, я стараюсь в политику особо не ввязываться. Ну, мы знаем Единую Россию, Справедливую Россию, две партии. Ну, у нас как демократические партии там. Партия Путина, она, я думаю, что она просто преобладает над всеми остальными. Ну, Единая Россия, наверное. Практически все мы будем демократить, а там уже каждый по своим нюансам. Что ж, вы видели мнение жителей нашего города о том, что они понимают под демократией и демократическими партиями. Кстати, Владимир Константинович, вам не смешно, что действительно называют, скажем, демократическими партиями партии ведущие, партии основные? Ведь обычно я считаю, что их оппозиционные партии должны являться демократические. Нет, совершенно не смешно. Здесь шел разговор о том, что вот хорошо ввести бы избирательные цензы. Ну, такой разговор шутливый. Нет никакой необходимости у нас вводить избирательные цензы. Народ уже сам давно до себя эти цензы ввел. У нас есть люди, которые навсегда решили, мы не ходим голосовать. Когда их на улице спрашивают, издают подобные вопросы, они вот дают такие ответы, над которыми мы можем немножко посмеяться. У нас, напротив, есть люди, которые считают себя профессиональными избирателями, ходят на все выборы и обязательно голосуют. Есть болота, которые иногда ходят на выборы, иногда не ходят, в зависимости от настроения, ситуации и так далее. И люди у нас при выборе руководствуются все-таки в большей частью некоторыми иррациональными соображениями, которые им самим очень трудно сформулировать. Дмитрий Яковлевич, низкая явка, низкая политическая активность общества – это признание поражения демократических идей или это признание неверия того, в общем-то, что люди, которых выбирают во власть, способны эти идеи проводить? И то, и другое, и много есть еще других причин. Я здесь все-таки не согласился бы с господином Васильевым. Мне кажется, профессор Решетников говорил немножко о другом. Одно дело – цензы образовательные, цензы имущественные, которые позволяли в истории, допустим, в той же Англии голосовать прежде всего состоявшимся богатым людям. Другое дело – то, о чем господин Васильев говорил. Когда каждый человек сам определяет для себя, голосовать или нет, может так получиться, что образованный человек скажет себе «Опять эта толпа повлияла на выборы, я больше не пойду, мой голос равен голосу дворника, пошли эти все выборы куда-то далеко». А малообразованный человек может исправно ходить на выборы под влиянием политической пропаганды. Поэтому речь шла, мне кажется, у моих уважаемых собеседников о совершенно разных вещах. Дмитрий Яковлевич, мне кажется, что здесь еще очень важный такой момент, как управление сознанием. Михаил Михайлович, я думаю, что как раз вы нам это поясните, потому что в нашей прошлой программе мы обсуждали небезызвестный сериал «Школа», который идет по Первому каналу, и пришли к выводу, что народ принимает и потом в дальнейшем воспринимает то, что ему постоянно показывают и, в принципе, навязывают. Вот это так? Ну, конечно. Кроме естественных потребностей, которые у каждого есть в пище, воде, жилище, последние десятилетия выделяют особую потребность человека и общества, потребность в информации. И та информация, которую нам сливают, простите, через ваши каналы, я другого слова найти не могу, но мы сейчас находимся в приличном месте, в приличной передаче, она отравила сознание людей. Ведь, понимаете, если смотреть этот ящик, по-другому не хочется называть, то у нас в стране нет никого, кроме продажных депутатов, продажной милиции, бандитов, проститутов, игорных заведений, все. Ученых нет, военнослужащих нет, приличной милиции нет, страна развалена, правительство идиоты, сволочи и так далее. Как можно постоянно внушать населению такое чувство неуважения? Михаил Михайлович, говоря о вашей каналу, вы говорили о российских или украинских? Российских, конечно. А украинское телевидение не занимается пропагандой? Занимается пропагандой, но в принципе, я могу констатировать, там часто бывают, там более разноголосая телевидение. Гульнара, скажите, украинское телевидение рассказывает людям о том, что демократическая форма правления лучше, либо может быть какая-то иная? Я считаю, что вот опять же, возвращаясь к той мысли последней, которую я не договорила, в Украине выросло новое поколение, совершенно замечательное, новая генерация, которая, собственно говоря, заявляет, что мы украинцы, она под этим не имеет в виду идеи национализма. Она имеет в виду то, что действительно есть несколько каналов, новых совершенно в Украине, которые, собственно говоря, именно говорят о демократии, в том ее восприятии, какое, в общем-то, воспринимается, прежде всего, вот этой новой генерацией. Гульнара, вот если эту новую генерацию спросить, прямо, Украина это свободная страна? Свободная. Свободная для них. А почему тогда действительно Ющенко не выбирают? Вот поэтому и не выбирает Ющенко. На самом-то деле. Свободный человек может выбрать того президента, которого хочет. На самом деле парадокс. И, кстати, выходя из этого конфликта, опять же, я не буду сейчас говорить свои политические, ну, хотя, собственно говоря, проговаривать это можно. Если бы был шанс голосовать на данном этапе, конечно, мне интересно что-то новое. Но господин Ющенко, на самом-то деле, он, наверное, в этом конфликте преуспел. В том плане, что последнее его интервью и последнее то, что он два часа говорил по Центральному Украинскому каналу обо всех своих восприятиях реалий, говорит о том, что, я не знаю, ощущение свободы, на самом деле... Владимир Константинович, скажите, это что, разочарование в Майдане, в, скажем, идеях оранжевой революции, либо действительно вот она, та грань свободы слова и демократии? Ну, это объективная оценка украинским избирателям того, что произошло. Украинский избиратель прекрасно помнит, что обещал Ющенко и наблюдает то, что получилось. Получилось все ровно наоборот. Есть очень простой критерий оценки деятельности президента. Он примерно одинаков с оценкой деятельности начальника цеха. Это в каком состоянии ты принял объект управления и в каком состоянии ты его сдал. Так вот, Ющенко сдает объект управления, то есть украинское государство в значительно худшем состоянии, нежели чем он его принял. Что касается здесь наших оценок и интересов России, мне, например, приятно осознавать то, что в данном случае на этих выборах Россия вела себя достаточно грамотно, взвешенно и уже выиграла в любом случае. Кто бы не был избран президентом, у России с этим президентом будет вполне конструктивный и прагматичный день. Я хочу телезрителям вопрос для голосования напомнить. Демократия по-украински это благо или хаос? Звоните, пожалуйста, телефон для голосования у вас на экранах. Дмитрий Аковлевич, время сейчас уже для заключительных слов. Наше время подходит к концу. К сожалению, время плохой демократ. Тут с этим ничего не поделаешь. Для России насколько применим украинский демократический опыт? Я думаю, Украина нам показывает то, что и мы через какое-то время пройдем. Но я бы прежде всего смотрел не на украинский демократический опыт, потому что тогда можно много плохих эмоций получить. Надо смотреть на те страны, которые начинали примерно так же, как Украина, но за длительный период развития демократии пришли к более трезвой, взвешенной, конструктивной демократии. И если мы будем смотреть на эти страны, мы поймем, что демократии бояться не надо. Мы пройдем через нее и дойдем до хороших результатов. Владимир Константинович, получается, что Россия уже прошла этот этап, который сейчас проходит в Украине? Вы знаете, если Владимир Путин сказал, что украинизации у нас не будет, значит не будет, не сомневайтесь. Гульнара, ну вы у нас гости, поэтому вам представляет возможность завершить. Да, совершенно уникальные страны, Украина и Россия. И мы обречены быть вместе, это однозначно. И я думаю, что любой конфликт, это, как правило, осмысление чего-либо и переоценка того, что есть. И, собственно говоря, я думаю, что эти две страны в любом случае будут диалогичны, будет диалог, а там, где господствует диалог, а не монолог, рождается истина. Как думают наши телезрители, посмотрим прямо сейчас. Спрашивали вас сегодня, демократия по-украински, это благо или хаос? Вот такие вот ответы получили. Ну, решайте сами, что это, благо или хаос. В завершении программы поблагодарю наших гостей, особенно нашего специального гостя из Украины. Напомню, что «Мост свободы» выходит в эфир каждую среду. Будем рады видеть вас на форуме, адрес tv100.ru. А с вами была Александра Гудеменко и Андрей Клюшев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok